Маленькое разоблачение для больших дураков. Вот вы видите перед собой разрушенный снарядом под станцию жиломассива Комсомольский города Горловка, который питает также вот этот комбинат, мясокомбинат Ширикум в Орловске. Вот вы видите ствол шахты 2БИС. Там находится Зержинск-Константиновка, где там сидит так называемая хунта. Напротив, ровно напротив от этого забора, от этой подстанции, ровно там находится бывшая угольная мойка и ртутный карьер. Откуда теры постоянно ведут обстрел сградов и минометов. Об этом знают все. Буквально 2-2,5 километра угольный карьер. Вот вы видите угольный карьер. И там дальше площадка, бывшая угольная мойка. Оттуда они ведут огонь. И вот я вам сейчас покажу кое-что. Как они заявляли ДНР, что это украинская армия стреляла. Я думаю, как же так? Оттуда стреляли, там никакой украинской армии нема. Украинская армия там. И вот вы видите прямое попадание в забор. Вот забор. Пролета нема пролетов. Вот даже воронка. Воронка от взрыва. Забор вылетел и вот они. Дырки чертовой бабушки. Видите все это, да? Тут люди уже колючей проволокой закрутили, чтобы не лазили. Это территория мясокомбината. Как могла украинская армия оттуда. Оттуда. Ударить сюда. А никак не могла. Правильно вы говорите. Пели оттуда. С угольной мойки. Прямой наводкой. По мясокомбинату. По подстанции. Три дня народ сидел без света. Это ладно. После улицы Хлебозаводская. Два дома разрушены. Или три. Не помню. Я еще не ходил. Я смотрел. Но я знаю, что два человека погибло. Около пяти ранено. В том числе и ребенок маленький. Так вот, уважаемые россияне. Сидите вы за тысячу километров отсюда. И рассказывайте нам сказки, как в ДНР хорошо. Посмотрел бы я на вас с ДНР. Чтоб у вас такой ДНР был. Маленькое разоблачение, но невозможно смотреть на это все. Просто, когда идет ложь. Тысяча процентная ложь с ваших каналов. О хунте, о карателях. Еще какой-то бред несусветный. Вот он район, который питал. Если вы видите, за деревьями снимаю телефоном, поэтому качество не очень. Хунта, каратели и прочий бред, который вы несете, который вам несут. Ваши уши с ваших зомби-визоров. Так вот, утверждаю, что около 70-80% против ДНР в нашей горловке. Против категорично. Второе. Из ополченцев, которые якобы показывают ополченцы, нету наших людей. Если есть, то это наркоманы. Бывшие. Наркоманов бывших не бывает. Алкаши, наркоманы. Лузеры, как я их называю. Вчера оно по помойкам лазило тут под терриконами. Метал копало на дозу себе. Это по наркопритонам ширку ловило. Теперь оно в ополчении. Ну это ерунда. 70% этого ополчения это российские наемники. Тоже сброд. Потому что, наверное, россиянец работы сюда не поедет. А поедет сброд. Которого и дома работы нема. Он решил тут повоевать. Хохот поубивать. Вот жил массив шахты комсомолец. Меня часто называют, я сижу в сети Гайдпарк, да, там есть грамотные люди, интересные статьи, троллям. Ты, мол, троллег мелковат. Не с горловки, говорит, ты никакой. Бендеровец, говорит ты. Жидо-бендеровец, да? Так вот, никакой не жидо-бендеровец, русский, различный украинец. Вот. Все это я вам снимаю, показываю специально. Потому что лошадь, которая льется с этих ваших телеэкранов, у нас тоже это показывает. Потому что многие каналы у нас закрыты украинские, показывают этот бред. Россия-24, Лайнфьюз. У меня просто не хватает слов. Не хватает слов. Какой бред несутся вам. Какой вам пургу в уши вкладывают. Хунта стреляют. И все такое. Это полный бред. Полный бред. Единственное, чего ждут эти люди, которые тут живут и мучаются сейчас. Это, скорее всего, освобождение горловки от этих ДНРов. Проклятых, ублюдков. Которые просто принесли сюда голод, страдания и разруху. Помнится, еще 4 месяца назад нам говорили. Если вы вступите в Евросоюз, все шахты и заводы позакрываются. Работы у нас не будет. И вот вуаля. В Евросоюз мы не вступили. Но ни один завод у нас в горловке, ни одна шахта не работает. Их тупо затопили. Люди пришли сюда не созидать, а разрушать. Стерол закрытый. Шахты затоплены. Маршзавод имени Кирова стоит. Люди поуезжали. Некому работать. Все закрыто. Работы нет. Мусор кругом. Много брошенных животных. Снимаю здесь, потому что ближе к жилым домам. Меня за съемку уже могут в подвал посадить. Поэтому чуть-чуть рискую, ребята, для вас. Ничего нету. Ни работы. Ни нормального питания. Ничего. Вот это называется к нам пришел русский мир. Будь он трижды проклят. Ваш русский мир. В общем, ребята, еще раз говорю вам, россияне, забирайте своего Гиркина, Беса, Стрелкова. Пусть у вас строит народные республики новые, создает. Разрушает мосты. Инфраструктуру городов ваших пусть разрушает. А нас оставьте покои. И идите, как говорится, нахуй со своим русским миром.